Сезон острых респираторных заболеваний в самом разгаре. Все больше жителей района обращаются в поликлиники с недомоганиями. Управление здравоохранения района настоятельно рекомендует всем, пока есть время, сделать прививку против гриппа. Каково сегодняшнее положение в районе и области по заболеваемости гриппом? Нам рассказал начальник управления здравоохранения Пушкинского района Валентин Лазаревич Бурселовский. Сезон начался в этом году несколько раньше, чем мы ожидали. Но вместе с тем, если говорить в целом по Московской области, сегодня по некоторым районам уже превышает порог допустимых заболеваний из гриппа. У нас пока порог не превышен, но вместе с тем уже есть больные, которые страдают осыми респираторными инфекциями. Если говорить про область, то в некоторых районах очень много тяжелых воспалений легких, которые поступили в стационарные условия, находятся в реанимации, где их пытаются выходить и так далее. То есть еще раз хочу сказать, что грипп это заболевание особенно опасно своими осложнениями. И одно из них это очень тяжелое воспаление легких, когда ткань легочная расплавляется, и ее невозможно практически вылечить. То есть вот это самое страшное осложнение, которое мы боимся всегда и ожидаем. Причем еще раз хочу напомнить всем телезрителям, что самое страшное, что и лекарства не все действуют при данном заболевании, при воспалении легких. И очень серьезная аппаратура нужна, дополнительная реанимационная, для того, чтобы перевести на искусственное дыхание данного пациента, чтобы его спасти. Поэтому это очень серьезно, очень страшно. Хотя все считают, что грипп очень простое заболевание, и он переносится на ногах. Все это не так. Для кого-то на ногах перенесется действительно будет небольшое заболевание, 5-6 дней, там 7 дней. Он потемпературил, покашлял и поправился, а другому, к сожалению, как было и в прошлом году у нас в районе, когда погибали люди. Если говорить о заболеваемости на сегодняшний день, у нас в среднем заболевает в неделю более 600 человек. В ноябре это было 500-550, вот последняя неделя уже до 700 доходит. Это уже достаточно много. Но еще раз повторяю, что острые респиратурные вирусные инфекции мы ставим диагноз, потому что, чтобы поставить диагноз грипп, нужно подтвердить его бактериологию в специальной лаборатории. Поэтому мы туда отправляем анализы, и пока на сегодняшний день, на вчерашний день, у нас пока диагноз грипп еще не поставлен. Валентин Лазаревич, не могли бы вы охарактеризовать категорию граждан, плохо идущих на вакцинацию? Хотел бы отметить, что многие организации очень активно занимаются вакцинацией и организуют эту работу, и очень серьезно относятся к этим делам. Еще раз повторю, это жилищно-коммунальные хозяйства, водоканал, это ряд других организаций, патриархии и так далее. То есть медицинские работники, педагоги, работники школ. Вакцинируются неплохо, это дети, дошкольные учреждения и школы. Но вместе с тем, я хочу отметить, что все-таки те граждане, которым за 60, и те, у которых очень ослаблен иммунитет, к сожалению, они не допонимают той серьезности, опасности, которую несет вот это заболевание. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хочу призвать, особенно неработающие населения, вы практически все бываете в поликлиниках. Хотелось бы, чтобы все-таки вы привились, не потому что это мне нужно. Это нужно, прежде всего, каждому из нас, и для того, чтобы в дальнейшем не испытывать судьбу. Поэтому, еще раз призываю всех привиться, пока есть время. Сегодня, в декабре, еще можно прививаться, потому что эпидемии нет. Уже, когда начнется предэпидемический период эпидемии, уже тогда все. Тогда нельзя будет прививаться, уже будет поздно. На сегодняшний день прививки от гриппа проводят бесплатно. Но так было не всегда. Не могли бы вы прокомментировать сложившуюся ситуацию? Когда не было бесплатной вакцины, все люди возмущались, почему нет бесплатной вакцины. У них нет средств, она дорого стоит. Вы знаете, что средняя цена – это 150-300 рублей одной дозы. Это достаточно дорого, потому что не каждый себе может это позволить. Потому что, если бы только о вакцине было речь, нужно продукты питания купить и другие вещи, препараты. То есть, доходы не очень большие у многих людей, поэтому население раньше возмущалось всегда. Государство, понимая, что национальный календарь все-таки прививок обязательный, приняло решение и президент, и программы многие. Они подтвердили, что да, на эти цели надо бюджетные средства выделять. И поэтому Министерство здравоохранения Российской Федерации, Московской области закупает препарат. Мы не закупаем. Раньше, в те годы, муниципалитет, когда не было тех средств, изыскывал небольшие средства, и мы пытались приобрести вакцину. Но мы приобретали вакцину только для отдельных групп населения. Допустим, для врачей, которые контактируют с больными, для учителей, которые контактируют, для работников, допустим, пассажирских автоперевозок, газовых хозяйств, водоканалов и прочее. То есть, те, кто очень близко контактирует с массой больных людей. Значит, сегодня государство приняло решение по календарю, те, кто подлежит бесплатно, он бесплатно прививает. Но есть население, куда не входят ни пожилые, ни вот эти группы, которые я перечитаю, работающие граждане, которые, да, должны покупать за счет средств работодателя. Поэтому многие предприятия у нас, такие как Патриархия и ряд других, они покупают за свои деньги. Население не платит, но предприятие покупает. И это, конечно, достаточно большие средства требуются для этого. Поэтому еще раз говорю, что наша вакцина, которая получается за счет централизованных поставок, она бесплатная, ну, для конкретного гражданина, но она не бесплатная для государства. Поэтому это большие средства требуются для этого. Валентин Лазаревич, во многих европейских странах прививки стали обязательными для населения. И если человек не привился, а потом заболел, оплачивать лечение он должен из собственного кармана, а не за счет страховой компании. Как вы думаете, не пора ли и у нас ввести подобную практику и сделать прививки обязательными для населения? Мысль очень интересная, да, давно обсуждается в нашей стране. К сожалению, в нашей стране Государственная Дума, депутаты не приняли закон о том, что это обязательное, а не добровольное дело. Потому что во всех странах мира, в основном, везде это обязательно. То есть, если человек отказался от прививки и заболел, то страховая компания за его лечение не платит. Если это заболевание связано с тем фактом, что он отказывался от прививки. Вот, гриппом заболел, а гриппа не привил. Лечение гриппа за счет собственных средств. Это очень дорого. Вот если бы так было, то мы, наверное, сегодня бы с вами, может быть, и не так много времени потратили, чтобы еще раз объяснить людям, нашим жителям Кушкинского района, о том, что это действительно важно. Это добровольное дело. Но мы со стороны врачебного сообщества понимаем, что если мы не разъясняем это, то человек, когда погибает, его родственники говорят, а я не знал. Мне об этом никто не говорил. Понимаете, вот когда человек погибает, все почему-то ищут крайнего. Крайний, я еще раз говорю, за рубежом только человек. У нас пока, вот, к сожалению, закон не принят. Я думаю, что буквально еще несколько лет пройдет, и мы, как все цивилизованные государства, и европейские государства, американские государства, там, где это все определено уже законом, думаю, будет и у нас так же, потому что, в противном случае, неправильно. Человек, который приевается и не болеет, и меньше затрат несет государственных средств, а это государственные средства, это наши налоги, мы на него не тратим деньги, но в то же время мы тратим все деньги в несколько раз больше на того, который не дисциплинирован, не занимается своим здоровьем, не вакцинируется, курит, пьет, в результате этого болеет, погибает, его спасают, деньги колоссальные тратятся за счет тех, кто не болеет, и кто себя нормально ведет, ведет здоровый образ жизни. Понимаете, вот несправедливость какая. Я думаю, что то, что вы говорите, это обязательно случится, это вот просто еще общество не готово, и наши депутаты до конца вот не приняли такое решение, обращаясь к нашим жителям. Сезон заканчивается, декабрь это вот последний практически месяц, когда можно в обычном режиме привиться, без экстренности, и поэтому не поленитесь, найдите час времени сходить в поликлинике, в любую поликлинику, где есть вакцина, вас привьют, и не нужно стоять специально в очередях, как многие говорят, я стою в очереди, поэтому не могу привиться, не нужно. Есть специальные кабинеты, нужно прийти и привиться. Еще раз говорю, что предприятия, где очень большое количество работающих, наши бригады выезжают на места, но сегодня, еще раз повторюсь, что все-таки организованные коллективы понимают это дело, потому что это связано с коллективами большими, и любое заболевание в коллективе вызывает, в том числе экономический ущерб наносит, да, своему предприятию. Я еще раз обращаюсь все-таки к контингенту нашего населения, которые за 60, за 55, те, которые не работают особенно, которые страдают различными заболеваниями хроническими, они, как никто, должны быть привиты. Поэтому я вас всех приглашаю в наши поликлиники. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!